Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Грагуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. Новое место для отдыха, игр и занятий спортом. В парке «Молодежный» завершился первый этап реконструкции. Территорию после обновления осмотрела глава города Елена Лапушкина. Телеканал «Самара ГИС» получил специальный приз фестиваля «Герои нашего времени». Жюри отметила выпуск программы «Обернитесь» Инессы Панченко. Он построил половину Самары и в его трудовой книжке только одна запись. Юбилей сегодня отмечает почетный гражданин города, бывший генеральный директор строительно-монтажного треста Виталий Симонов. Новое место для отдыха, игр и занятий спортом. В парке «Молодежный» завершился первый этап реконструкции. Там появились детские площадки, зоны для прогулок, велодорожки, арт-объекты. Территорию после обновления осмотрела глава города Елена Лапушкина. Какие работы выполнили и что еще предстоит сделать во время второго этапа благоустройства, расскажет Светлана Кудрявцева. 19 гектаров зеленой территории, а теперь еще и благоустроенные площадки для семейного отдыха. В Самаре завершился первый этап реконструкции парка «Молодежный». Обновленное пространство осмотрела глава города Елена Лапушкина. Парк в границах улиц Ставропольской, Воронежской, Нововокзальной и Тихого переулка открывали в 1976 году к 50-летнему юбилею создания Всесоюзной комсомольской организации. Тогда он получил название «Парк имени 50-летия ВЛКСМ», а в 1994 году был переименован в «Молодежный». Конечно, само название парка, парк «Молодежный» уже несет за собой определенную историю. Хочется, чтобы это было не просто прогулочная зона, а парк с жителями ближайших домов использовался для прогулок, место, где можно подышать свежим воздухом, погулять с детьми, встретиться с друзьями. Кроме этого, еще и насытиться дополнительными смыслами появились замечательные детские площадки. Парк очень серьезно озеленен. Да, безусловно, мы удалили аварийные деревья, мы удалили деревья, которые у нас нависали на детской площадке, но взамен этого высадили практически 2000 деревьев и кустарников, 4000 с лишним многолетних цветов. Поэтому по весне, конечно, этот парк заиграет новыми красками. Но сейчас прекрасно осенью. Я очень надеюсь, что жители его полюбят. Парк «Молодежный» благоустраивает по федеральной программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». В этом году основной фронт работ на участке со стороны улицы Нововокзальной. Было устроено плиточное мощение, выполнено автополив, заменено полностью освещение. Установлены мафы, малые архитектурные формы, арт-объекты, детские площадки, лавки, урны. Обустроено пространство, чтобы было удобно гулять семьями. Для старшего поколения у нас предусмотрены прогулочные дорожки, велодорожка, прогулочные дорожки из дерева, где можно просто погулять. Протяженность, построенной на первом этапе благоустройства парка велодорожки, почти километр. В дальнейшем дорожки будут закольцованы по всему парку. Изюминкой оформления стали арт-объекты в виде букв, которые рассредоточены по центральному бульвару и складываются в слово «молодежь». Буквы можно использовать для фото, однако на них нельзя лазить и сидеть. Тем более, что рядом построили большую детскую площадку в эко-стиле, поделенную на несколько зон для детей разного возраста. Около детских площадок появились два санузла. Также на территории парка предусмотрена площадка для фудкорта. Постоянно с внучкой гуляем, играем. У нас теперь новая площадка. Вообще замечательно. Я очень рада и довольна. Еще бы озеро отремонтировали, было бы замечательно. Но я надеюсь, что это сделают. Восстановить естественное озеро должны уже в рамках второго этапа реконструкции парка в следующем году. Так решили сами жители. Парк «Молодежный» снова занял лидирующее место в рейтинговом голосовании за благоустройство общественных территорий. В следующем году жители тоже смогут принять участие в голосовании и выбрать те объекты, которые преобразятся уже в 2024 году. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. Телеканал «Самаргиз» получил специальный приз фестиваля «Герой нашего времени». Всего на фестивале было представлено 122 работы из 44 городов России. Жюри отметила выпуск программы «Обернитесь» Инессы Панченко. Человек, который не родился. Эмоции записали наши корреспонденты. 122 работы из 44 городов России было представлено в этом году на Всероссийский конкурс «Герой нашего времени». Телеканал «Самаргиз» получил специальный приз. Жюри отметила выпуск программы «Обернитесь» Инессы Панченко «Человек, который не родился». В фокусе внимания престижного фестиваля программы и фильмы, посвященные подлинным человеческим ценностям. Впервые конкурс прошел в 2007 году в Москве. С тех пор эстафету подхватили Тверь, Тула, Ростов-на-Дону, Уфа, Астрахань, Пенза, Санкт-Петербург. В этом году итоги подводили в Самаре. Огромное количество действительно настоящих профессионалов, очень сильных профессионалов. Вот честно покажу, в этот раз нет. Думала, ничего нам не достанется. Было очень неожиданно. Я пока шла к сцене, у меня просто ноги не шли. Программа Инессы Панченко «Обернитесь» – это уникальный проект, который рассказывает о том, как увидеть свет в конце тоннеля тем, у кого, казалось бы, уже нет выхода. Это истории людей, лишившихся в жизни всего, но сумевших начать жить с чистого листа. Выпуск, отмеченный в конкурсе, рассказывает о судьбе человека, дважды брошенного матерью. Он мог умереть, сесть в тюрьму, возненавидеть мир и начать мстить, но выбрал другой путь. Обратился к Богу и теперь помогает тем, кто живет в обители. Я что-то думаю, постою с ними, тоже постоял и стал тоже читать потихонечку вечерние с ними, в храм ходить стали. По словам автора программы Инессы Панченко, особенно ценно, что работа телеканала была отмечена в год его 15-летия. Это говорит о том, что самарагис движется в правильном направлении. Я очень рада, что мы эту награду выиграли именно в год 15-летия нашего телеканала. То есть телеканал делает нам подарок, дает возможность творчества, а мы, в свою очередь, можем ответить взаимностью и подарить вот такой подарок нашу награду телеканалу. Герой нашего времени – очень представительный телевизионный форум, в состав жюри которого входят люди, чьи имена известны не только кругу профессионалов, но и широкой публике. Фестиваль длился три дня. Участников ждали мастер-классы признанных мастеров жанра публицистической журналистики и режиссеров, встречи с известными продюсерами и кинокритиками, дискуссии на волнующие темы. Виктория Шарая, Ксения Баканова, Василий Колдашов. События. Заслуженный строитель, почетный гражданин Самары, заботливый муж и любящий отец. Свой юбилей сегодня отмечает Виталий Симонов, создателю Самарской филармонии, больницы Середавина и Пирогова, музея Ленина и знаменитого дома по проспекту Ленина-1 сегодня исполнилось 85. С днем рождения Виталия Алексеевича поздравили губернатора региона Дмитрий Азаров, глава Самары Лена Лапушкина, власти города и сотрудники департамента опеки. С чего начинался путь одного из самых известных самарских строителей и за что его полюбили на Кубе, расскажет Ольга Павлова. В его трудовой книжке всего одна запись и он по праву ей гордится. В легендарном 311 сотрудники которого строили заводы, самолеты, административные жилые здания Виталий Симонов проработал более полувека. Его профессиональная карьера начиналась с города Вознесенск, куда он был направлен по окончанию вуза мастером строительного управления химкомбината. Но по семейным обстоятельствам Виталий Алексеевич вернулся в Самару, тогда еще Куйбышев. Здесь и началась большая история, подарившая столице региона лучшие здания в плане архитектуры, настоящие символы областного центра. Мы оставили потрясающий след. Но самое главное наше детище, я считаю, что это восстановленный из полных руин храм во имя святой живоначальной Троицы. Он уже 27-й год работает. Мы поселились в Екатериновке в процессе строительства. Ее полюбили, естественно. Свой 85-й день рождения Виталий Симонов встречает в кругу близких людей и не устает благодарить судьбу за то, что его жизнь сложилась именно так. Создатели Самарской филармонии, больницы Редавина, Пирогова и музеи имени Ленина помнят и любят даже на Кубе. Туда много лет назад заслуженного строителя направили работать по контракту, назначив заместителем главного инженера. Усилиями большой команды под его руководством в городе Сантьяго-де-Куба появился текстильный комбинат. Мас Гранд – это Америка латына, как говорили, с удовольствием, с гордостью. Кубинцы. Ну а потом продолжалась работа в тресте. Поздравления с днем рождения. С очередным юбилеем сегодня летят со всех концов страны, где у Виталия Алексеевича есть друзья, коллеги, близкие. Телефон не умолкает. Среди пожеланий здоровья и творческих успехов – особенный звонок от губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Добрый день, конечно, Дмитрий Игоревич. Для меня это большая честь. Я очень доволен, что вы нашли время меня поздравить. Подарки юбиляру вручили от главы города Елены Лапушкиной, городской думы, районной администрации и департамента опеки. То, что вы совершили вместе с своей большой командой, а 311 – это была самая большая команда. Потрясающе. Вот, да. Это, конечно, дорогого стоит. У нас не было бы ни дошкольного образования, ни школы, так сказать, ни дополнительного образования, если бы вот то рукотворное, что совершили строители в то время, мы сегодня этим благополучно пользуемся. Детский сад Русичи в Приволжском микрорайоне. Дом актера, дворец спорта, в котором выступал сам Высоцкий. 16-этажные жилые дома на улицах Коммунистическая, Дачная и проспекте Кирова. Здание школы милиции в Кировском районе и даже знаменитый дом по проспекту Ленина-1, в котором, к слову, проживает сам юбиляр идеи выдающегося строителя Симонова. Он был построен для научно-технических работников ЦСКБ «Прогресс» в 1971 году в честь генерального конструктора завода Дмитрия Козлова. Никогда не забуду, когда договорились по телефону с Козломом Дмитриевичем, что я вас посещил. Я понятия не имел, кто это такой Козлов. А друг Альберт Германович Рахнович, с которым мы работали как строители, меня предупредил, что это личность союзного и мирового значения. Об эпохе, подарившей городу лучшие здания архитектуры, Виталий Алексеевич вспоминает с большим теплом. Вместе с многоэтажными домами, которые строились для жителей областного центра, росли его дети, внуки, менялось время и город. Одно оставалось неизменным – делится почетный гражданин Самары, тяга к любимому делу и ощущение того, что трудился не впустую, а во благо развития области, города и страны. Ольга Павловна, Николай Епифанов, События. В Самаре продолжаются работы, связанные со строительством новой станции метро. Основной фронт на Галактионовской и в районе скверов на пересечении улиц Галактионовской-Вилоновской и Галактионовской-Красноармейской. Эти работы необходимы для последующего возведения станционного комплекса и проходки перегонных тоннелей. Подготовка включает в себя вынос водопроводных, канализационных, электрических и тепловых сетей. Параллельно переустройство инженерных коммуникаций производится в районе перекрестка в границах улиц Самарской, Полевой и Новосадовой, где, как и по участку Галактионовской, временно ограничено движение транспорта. В зоне метростроя на этом перекрестке в соответствии с проектной документацией выполняются работы по выносу водовода, переустройству ливневого коллектора, также перенесут сетевые кабели. Все объездные пути были заблаговременно подготовлены, скорректирована работа светофоров. Для удобства трафика появились дополнительные светофоры и поворотные секции. Введено одностороннее движение по участку улицы Первомайской. При необходимости, с учетом мониторинга транспортных потоков, предусмотрены дополнительные корректировки. Повышенное внимание уделяется сохранению элементов архитектуры, зеленых насаждений и вопросу минимизации неудобств для горожан. Например, в районе улицы Галактионовской, в тех локациях, где рядом нет жилых домов, работы ведутся круглосуточно. При этом шумные работы ночью не производятся. Основные задачи по переустройству инженерных коммуникаций в зоне метростроя в историческом центре рассчитывают выполнить в конце ноября. Однако, часть подготовительных работ продолжится и в декабре. А у перекрестка улиц Самарской и Полевой Новосадовой, где работы начались 8 октября, вынос инженерных сетей должен быть завершен в течение 39 дней. Отметим, что все работы, сопряженные со строительством станции метро «Театральная», находятся на непрерывном контроле. Он осуществляется региональным заказчиком совместно с мэрией и профильными службами областного центра. Согласно расчетам специалистов, после завершения строительства первой ветки Самарского метро и ввода в эксплуатацию «Театральный», путь между конечными станциями займет около 20-25 минут. Появится возможность сократить интервал движения электропоездов до 7-8 минут. Конечно, это очень замечательная идея была построить такую станцию. И охватывает она не только даже окраины Самары, это даже область вся вовлечена с легкой доступностью в центр к нашим театральным историческим местам. Поскольку на автобусе можно до окраинной станции метро доехать, и, пожалуйста, все это будет. Конечно, все рады о том, что у нас будет такая станция. В Самаре в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» на ряде перекрестков были изменены режимы работы светофоров. Изменения коснулись тех мест, где чаще всего случаются ДТП. На таких перекрестках было принято решение о разделении транспортных потоков. Подробности у Светланы Тимофеевой. Почему светофор зеленый? Да потому, что он в жизнь влюбленный. Влюбленный в жизнь водителей и пешеходов. На некоторых перекрестках Самары в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» изменились режимы работы светофоров. Были определены пересечения дорог, где основной причиной стал маневр левого поворота и не предоставлении преимущества движения автомобилям, едущим прямо. Чтобы минимизировать аварийность на таких перекрестках, нужно разделить транспортные потоки. Для того, чтобы от этого уйти, чтобы снизить количество ДТП, чтобы снизить число граждан, которые становятся жертвами этих дорожно-транспортных происшествий, применено такое решение, как светофорное регулирование в виде отдельной секции зеленого сигнала на левый поворот. Когда машины проходят перекресток, часть из них едет в прямом направлении, а часть поворачивает направо. А для тех, кто поворачивает налево, еще на нескольких светофорах появилась отдельная стрелка. Когда она горит зеленым, встречному потоку зажигается красный свет. То есть встречный транспорт стоит, и водители свободно поворачивают налево, что снижает вероятность лобового столкновения практически до нуля. Иногда движение бывает, если прямо не горит, зеленый, то есть это движение, а встречные машины хотят повернуть тоже налево, с своей стороны. И я в это время поворачиваю, то есть получается очень удобно. Сейчас это стало очень удобно. Чтобы понять, где необходимо усовершенствовать режим работы светофоров, Департамент транспорта, Департамент городского хозяйства и экологии совместно с ГИБДД ежегодно проводят мониторинг и анализ дорожно-транспортных происшествий, после чего власти Самары утверждают перечень очагов аварийности. По результатам такого анализа в этом году в рамках реализации мероприятий нацпроекта в областном центре режим работы светофоров был изменен на восьми перекрестках. Например, на перекрестках Антона Вовсеенко, Ивана Булкина, Авроры Дебенко. Кроме того, уделяется внимание и времени, в течение которого горит зеленый свет. Мы всегда стараемся, исходим из того, что с одной стороны, конечно, у нас транспортные потоки большие, вот эта маятниковая миграция, когда утром все едут в центр, вечером все едут из центра. Конечно, с одной стороны, хочется как можно больше, чтобы зеленый свет горел для транспорта, чтобы поток не стоял, чтобы не образовывались заторы. С другой стороны, мы понимаем, что для пешеходов зеленый свет тоже должен быть гореть, и он должен гореть комфортное время, чтобы люди могли уйти, успеть перейти дорогу. Зеленый свет для пешеходов должен гореть столько, сколько необходимо времени для родителей с детскими колясками, для людей преклонного возраста и маломобильных горожан. В настоящее время перечень перекрестков, где планируется изменить режим работы светофоров, пока определяется. Сейчас детальный анализ аварийности по итогам 2022 года находится в стадии подготовки. Специалисты отмечают, что проблемы решаются не только с помощью изменения режима работы светофоров. Большое значение также имеют разметка, дорожные знаки, пешеходные направляющие ограждения. Светлана Тимофеева, Василий Колдашов. События. Правовая помощь, содействие активным жителям, повышение эффективности управления многоквартирными домами. Для председателей Советов МКД, ТСЖ, ЖСК и всех активных жителей Кировского района Самары провели обучающий семинар «Мой дом». О чем говорили, узнала наша съемочная группа. Как сделать жизнь самарцев комфортнее, а управление многоквартирными домами эффективнее? За ответами на эти вопросы председателем КД Елена Семичева пришла на очередной обучающий семинар «Мой дом», который в этот раз проходит в Кировском районе. Рассказывает, что посещает занятия не впервые, чтобы получить новые знания и внедрить их в собственную практику. Тренинги для председателей МКД, ТСЖ, ЖСК и всех неравнодушных граждан второй год проходят в Самаре по инициативе губернатора Дмитрия Азарова и при поддержке городской власти. В семинарах традиционно участвуют представители администрации, госжилинспекции, управляющих и ресурсоснабжающих компаний. Они отвечают на все вопросы председателей. Вот этот формат общения, который на сегодняшний день определён главой региона, он даёт позитив прямого контакта жителей с властью. Тем самым мы сами оперативно принимаем во внимание все проблемы жителей, которые они накопили у себя. Мы к этим семинарам привлекаем управляющие компании для того, чтобы они, в свою очередь, в рамках своих обязанностей принимали меры оперативного порядка. В этом году на обучении подробно рассказывают о системе ГИС ЖКХ, которая позволяет без комиссии оплачивать коммуналку, передавать показания приборов учёта, отслеживать работу управляющих компаний, проводить голосование собственников онлайн. Также собравшимся разъясняют действия закона о тишине. А сами активные председатели зачастую делятся опытом управления многоквартирными домами. Мы приглашаем тех жителей или председателей ТСЖ, которые имеют практический опыт, полезный для решения тех или иных вопросов, которые иногда складываются на территории. Мы приглашаем председателей ТСЖ ЖСК, которые в рамках владения земельным участком, выразившись так в кавычках, владением, которые могут и покажут примеры содержания придомовой территории, ранее поставленной на кадастровый учёт с целью её рационального использования. Поэтому есть ещё примеры, как качественно и оперативно заменить лифт в доме. Участникам семинара выдают специально разработанные рабочие тетради председателя МКД, где есть ссылки на нормативные правовые акты и бланки образцов заявлений. Рассказывают о работе ресурсных центров. В Кировском районе их два. Там тоже можно задать интересующие вопросы и научиться пользоваться системой ГИС ЖКХ. Кроме того, в Самаре продолжает работу бесплатный телефон горячей линии регионального центра поддержки председателей МКД 8-800-55-55-263. По нему все желающие могут получить консультацию, а также записаться на обучающий семинар. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События. Больше 18 тысяч экспонатов, 4 зала и всё о животном мире. В Зоологическом музее социально-педагогического университета сотрудники провели специальную экскурсию для детей из семей мобилизованных самарцев. Юным школьникам рассказывали интересные факты о животных, а в конце ребят ждали приятные сюрпризы, мастер-классы и сладкие подарки. В следующем сюжете подробнее. Любознательности семилетнего Андрея Житкова можно только позавидовать. Ученик первого класса знает, кто проживает на Южном и Северном полюсах, почему белый медведь никогда не встретится с пингвином и сколько лап у пауков. Андрей говорит, что всё это благодаря разным передачам и книгам о животных. Насекомые! Насекомые! Правильно! Смотрите, ребята, это самая большая, многочисленная группа представителей мира животных. Зоологический музей социально-педагогического университета один из старейших в Самаре. Он насчитывает более 18 тысяч экспонатов. Здесь и полноразмерные чучелы животных, насекомые, рептилии и рыбы. Есть и очень редкие экспонаты, например, этих ехидну и броненосца. Купцы Шахабаловы, жившие в 19-м, начале 20-го века в Самаре, привезли из путешествия. Сотрудники музея часто проводят экскурсии для школьников. Гостями одной из них стали дети из семей мобилизованных, ученики начальных классов самарских школ, с которыми вуз активно сотрудничает. Как отметили сотрудники университета, такая лёгкая и интересная прогулка по экспозициям, отличная возможность отвлечь ребят и помочь им провести досуг с пользой. Наверняка впечатления, которые они здесь получат, они кем-то поделятся обязательно. Во-первых, со своими близкими, потому что это эмоциональная воздействие, которую они получают здесь. Естественно, это запомнится на долгие годы. Надеюсь, что они напишут папам хорошие письма. Экскурсию в зоологическом музее для юных школьников провели преподаватели учебного заведения, члены профсоюзной организации работников социально-педагогического университета. Этот опыт в новинку, но абсолютно точно продолжится и дальше, отметила Светлана Бакульна, исполняющая обязанности ректора вуза. В первую очередь сейчас важна психологическая комфортность семей, для того, чтобы была возможность куда-то прийти, что-то пообсуждать. Видите, пришли вроде ребята из начальных классов, а с ними маленькие братья и сестры. Это тоже очень хорошо, когда семья может вместе куда-то собраться. В заключении встречи школьников ждал увлекательный мастер-класс и сладкие подарки. Андрей Горгуленко, Михаил Ермоленко, Константин Головин. События. Далее выпуск продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Телеграм-канал администрации города Вести с Дворянской сообщает, что с 1 ноября в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в дошкольных образовательных учреждениях на 2022-2023 учебный год. В том числе распределение пройдет во втором корпусе детского сада комбинированного вида номер 291. Здесь планируется, помимо четырех групп, общая развивающая направленность для детей от 2 до 7 лет, работа одной группы для детей с расстройствами аутистического спектра и одной группы для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Чтобы добавить образовательные учреждения в заявление о постановке ребенка в очередь, необходимо обратиться в МФЦ с паспортом и свидетельством о его рождении. Информация о наличии свободных мест в МОУ размещена на портале образовательных услуг по адресу, указанному на экране. Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки Самары сообщает, что с 26 октября расширен список выплат, которые можно получить на карту МИР. Теперь туда будут переводить субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсацию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Ежегодную денежную выплату лицам, награжденным нагрудным знаком почетной донора России. Государственную социальную помощь малоимущим гражданам. Администрация Кировского района Самары советует следить за артериальным давлением. Это один из ярких показателей состояния здоровья. Давление неравномерно и колеблется в зависимости от фазы работы сердца. У большинства здоровых людей оно относительно постоянно, но под воздействием стрессов, физических нагрузок, переутомления, употребления большого количества жидкости и под влиянием других факторов его величина может меняться. Сегодня сердечно-сосудистые заболевания занимают место в тройке лидеров. Причин преждевременной и скоропостижной смерти. В группах риска женщины старше 65 лет, мужчины старше 55 лет, люди, имеющие заболевание почек и больные сахарным диабетом. Скажи свое мнение. Мы продолжаем проводить опросы в нашем телеграм-канале на актуальные и интересные темы. В этот раз узнаем у наших подписчиков, в чем они ходят зимой. 79% опрошенных ответили, что предпочитают пуховик. 11% ходят зимой в шубе. 4% носят дубленку. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok